Всем привет! Сегодня какое-то невероятно было туманное утро, и сейчас уже далеко не утро, сейчас полвторого дня, и представляете, какой туман, просто не видно вот что там дальше, и туда, если посмотреть, совершенно ничего не видно там. Вот за домами тоже очень много-много всего, но ничего не видно. Очень странная погода, знаете, и серия такой Silent Hill. Посмотрите на деревьях, ну, за счет оттепели капли-капли, и это так красиво, но кажется, если все сейчас замерзнет, то будет просто каток. Сегодня в целом неплохой день, хотя погода, честно говоря, вот неприятная, да, из-за тумана, из-за такой слякоти у нас просто все тает. Я решила, что идти я никуда как-то особо не хочу, ни в магазины, ни по делам никуда, буду заниматься дома, учиться, работать, и у меня есть идея испечь одни печенья, довольно интересные, по крайней мере, по внешнему виду, и, надеюсь, по вкусу, поэтому сейчас буду печь печенье, печь печенье, вернее, хочу вам показать, в общем-то, конечный результат, надеюсь, что я вам покажу, что будет что-то приличное, и, в общем-то, предлагаю вам провести этот денечек со мной, надеюсь, будет что-нибудь интересное, или, если печенье получится, то я вам покажу рецепт. Ну, вот, собственно говоря, печеньки, на мой взгляд, весьма симпатично, сейчас попробуем, как и не на вкус. Плюс я, честно говоря, Балда Ивановна, в первых положила их слишком близко друг к другу, видите, они, некоторые посмыкались, то есть некоторые получились там, ну, просто нормальные, кругленькие, да, а некоторые вот с каким-то таким дефектом, это раз, а во-вторых, надо немножечко рецепт подосеверфенствовать, и тогда, если вам интересно, я его как-нибудь засниму. В общем, всё, ставим чайник, и понесла Женя на дегустацию, я у нас, как водится, такое не ем, я только готовлю, а он, в общем-то, вынесет свой вердикт, и сейчас я уже поставила обратно в духовку готовиться рыбу, и мне так захотелось картошки с салом, с ума сойти, просто невероятно, и томатным соком, так что всё уже готовится, а я понесла Жене печенье. Всё, Женя попробовал печенье, сказал, что вкусно, они мягкие, знаете, они не сухие, но пока свежие мягкие, я вам скажу, какие они будут, когда они чуть-чуть подсохнут, полежат. Мы сейчас пришли в комнату, надо будить моих щённых созданий, щённых созданий. Это их пледик, нам подарил пледик дорогой человек, специально для них, и они с него не слазят, хотя, если честно, их мне не получалось приучить к тому, чтобы они спали на чём-то или где-то, ну, вот я и подушечки им, и тряпочки, и пледики, всё что угодно, нет. А этот плед они оккупировали, это видно, он, конечно, весь в шерсти, надо почистить, я прошу прощения. Его оккупировали, и куда бы я его ни перекладывала, они сразу туда бегут. Моя Вися, Вися, моя девочка, моя красавица Фанечка. Ой, я вас так наклонила. Ой, моя девочка, ты моё чудо. Они спят у нас вот так вот целый день. Ну, вечером они так относительно не бесятся, в принципе, но вечером после двенадцати у них начинается веселье, а потом они засыпают на чуть-чуть, и где-то в три часа ночи начинают опять бегать. Фаня, ты язык показала. Изюмни, Фанюша, я извиняюсь. Фаня, ты моё чудо, ты моё чудо маленькое. Виса вообще не разбудишь. Фаньку можно разбудить, а Вису нет. Так, всё, хватит котов на один квадратный сантиметр видео. Пошла в кухню, надо поубираться теперь после всей готовки. Я уже не могу, когда уже картошка запечётся. У меня уже аж язык заплетается. Слюнь декут от мысли о картошке и о томатном соке. О, Фанька, ты на томатный сок среагировала. Всё, пойдёмте на кухню, они пускай дрыхнут. Всё равно скоро пойдут хрустеть на кухню. Фанюш, наглость второе счастье. Фанечка, ты будешь лежать на Висе? Фаня. И постоянно. И они могут начать друг друга вылизывать, и потом кусаться. Моя Фаня. Вижу, жажбанная такая. Жажбанная моя девочка. Так, всё, теперь точно хватит котов. Я просто хотела показать, как Фаня ложится на неё. Всё, 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 не мешаю, не мешаю. В общем, в целом, влог получается и идея, и о кошках. Но какой-то такой сегодня день очень сумбурный. Вы не поверите, но до сих пор туман на улице. В общем-то, уже вечер, уже начало седьмого. И сейчас села попить чай. Я, кстати, пью чай из пакетиков. Заварной я пью редко. Да и вообще, знаете, человек, пьющий чай из пакетиков и растворимый кофе. Ну, как-то у меня есть заварной, причём довольно много. Ну, под него надо настроение, какой-то ритуал. А я обычно так, по-быстрому, в пакетиках. И вот у меня сейчас алказай. Я не знаю, как правильно произнести. Наверное... А, алаказай. 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 Очень вкусный чай в пакетиках оказался. Вот это вот с апельсином. Вообще, мы купили алаказай вот такой вот ассорти разный, чайный. Здесь было их очень-очень много разных. Ну, тут написано. В общем, не суть. Я не буду все перечислять. Но все, что мы попробовали, все очень вкусные. Все нам очень понравились. Мне нравится, что они идут вот в таких вот индивидуальных пакетиках. Вот малиновый, клубничный. Ну, там разные, очень-очень разные. Эрл Грей. И так далее. В общем, их удобно брать с собой. Они хорошо завариваются. Очень хорошо. Я не могу сказать, что они натуральные. Нет. Тут все они ароматизированы. То есть, нет никаких добавок из трав. Но мне нравится вкус чая. И, вы знаете, он даже повторно заваривается. Хотя мы не завариваем в основном пакетики повторно. Мы обычно, если, так сказать, экономим на пакетиках, то делаем один пакетик на две чашки. То и вторая чашка заваривается хорошо. Это раз. А во-вторых, ну, такой ассортимент вкуса. Мне очень нравится. Сделала себе бутерброд. Честно говоря, раньше я была не любительница чего-то такого. А это мне так захотелось. Это просто обжаренный черный хлеб. А сверху брынза. Конечно, вкуснее какая-нибудь фета или моцарелла. Но у меня просто брынза. Она расплавлена и сверху посыпана ореганой или базиликом. Ну, в принципе, и сухая петрушка будет неплохо. И десерт у меня сухие яблоки. Я их отпариваю кипятком. Вообще, я очень люблю сухие яблоки. Ну, как бы, чтобы, как говорится, не лукавить. То и как эти шоколадки тоже будут. Но, в принципе, я, скорее всего, наемся яблоками. Потому что они очень сытные. Я их все-таки очень люблю. Я не знаю, слышите вы или нет. Хруст. Это кошки кушают. К сожалению, мы были вынуждены их перевести на сухой корм. У Фани проблемы со здоровьем. И ей показан сухой корм определенный. Но у нас не получается сделать так, чтобы они друг к другу в миске не лезли. Причем не столько проблема в том, что виска лезет в миску к Фани. Сколько в том, что Фани ест из миски виски. И потом очень плохо. Поэтому мы их перебили на сухой корм. Ну, конечно же, это не виска с этому подобное. Пока мы, вы знаете, как-то так привыкаем. Не могу сказать, что это прям колоссально дороже. При том, что корм дорогой. Потому что хочется все-таки, что кошки пожили подольше и были здоровыми. Но дороже, но ненамного. Потому что мы им, когда готовили пищу сами, то порции преобладало мясо. А мясо нынче очень-очень не дешево. В общем, все. Пью чай. Я им бутерброд, яблоки, возможно, шоколадку. И, наверное, на этом влоге... Вернее, на этом моменте я буду заканчивать влог. Спасибо вам, что вы провели этот день со мной. Надеюсь, вы немножко отдохнули, посмотрев этот влог. Все. До встречи в новых роликах. Пока.